Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь. Виктория Владимировна, как вы себя чувствуете? Мы сейчас чувствуем себя неплохо. Это тот самый случай, когда плановое обследование помогло выявить серьезное заболевание. В поликлинику Виктория пришла за медицинской справкой. Прошла флюорографию, однако ее результаты вызвали сомнение у врача. В результате обследования поставили диагноз – туберкулез. Пациентка признается, он прозвучал, как гром среди ясного неба. Сейчас Виктория проходит лечение в дневном стационаре областного туберкулезного диспансера. Я очень позитивный человек. Я подумала, что это все неправда, я здоров, я себя чувствую отлично, как такое может быть. Но, естественно, потом пришлось сделать повтор, издавать анализы, выяснилось, что туберкулез – очень такая лживая болезнь, так скажем. Причиной развития недуга может стать ослабленный иммунитет, хронические заболевания, вредные привычки. Специалисты отмечают – первые симптомы коварной болезни человек может просто не замечать. Появляется слабость, потливость, постоянно клонит в сон. Многие списывают это на банальную усталость или авитаминоз. Начинают бить тревогу на поздних стадиях, когда развивается кашель. Передается заболевание от больного человека здоровому воздушно-капельным путем. По статистике, один бактериовыделитель заражает порядка 15 здоровых людей. Концакт происходит на бытовом уровне. Это скопление людей в транспорт, магазин, кинотеатры и на семейном. У кого родственники уже болели туберкулезом, либо соседи. Болезнь прогрессирует быстро. Чем раньше приступить к лечению, тем выше вероятность, что последствия будут минимальны. Если же проблеме не уделить должное внимание, вполне возможны серьезные осложнения. Больной молодой, 2002 года рождения. В августе 23 года у него был вот такой небольшой процесс. Он не лечился нормально. В результате у него объем поражения увеличился, образовался полости распада. Больной стал заразен, выделяет туберкулезные палочки. Лечение больных туберкулезом должно проводиться комплексно и беспрерывно. Развитие болезни на ранних стадиях помогает выявить флюорографию. Процедура безопасна и не имеет значимой лучевой нагрузки для организма. Держите фарпичек по бокам. Вдохните, не дышать. Если доктор заметил на снимке изменения, то пациенту назначается в туберкулезном диспансере дополнительное обследование. Рентген легких, анализы крови, мочи, мокроты. От его результатов будет зависеть дальнейшее лечение. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.